Сейчас у спектра R тестовые проверки, настройка аппаратуры. Пока результатами астрофизики довольны. Вот, например, это та же самая косея ПЕА на длине волны 1 см. Это самый кратковолновый наш приемник. Он для нас очень важен потому, что на нем мы будем иметь самое лучшее угловое разрешение. Соответственно, все рекорды будут делаться именно в этом диапазоне. Картинки, полученные со спектра, особо не впечатляют. Графики, синусоиды. Зато по научной информации, уверяют ученые, вскоре им не будет цены. Особенно, если представить, что это будут сигналы от объектов, которые находятся на границе Вселенной, миллиарды световых лет от нас. В дополнение к его высокому разрешению, он также сможет наблюдать далеко не только самые яркие объекты космоса, но также и более слабые. Это очень важно, потому что наблюдать более слабые означает иметь возможность изучать объекты, находящиеся намного дальше от Земли, то есть практически идти к горизонтам Вселенной. И действительно, у нас такие возможности есть. В ноябре специалисты проверят действия радиострона в связке с земными телескопами. Потом конкретные научные задачи. Кроме пульсаров, ученым надо разгадать многое. Заглянуть внутрь черных дыр и попытаться увидеть свет другой Вселенной. И, возможно, ответить на главный вопрос, почему центр нашей галактики подмигивает.